Значит, на чем мы закончили? В прошлый раз мы разбирали с вами параболические кольца. Кольца Гекки, параболический групп. Я напомню, что мы рассмотрели кольцо Гекки группы Якоби. Это кольцо порождено всеми двойными смертными классами. Матрица Гекки будет матрица из параболической подгруппы. Мы это обозначили, R0, параболической подгруппой, которая содержится в группе симпликтических подобий. То есть это будут матрицы симпликтические, но которые не сохраняют симпликтическую форму, а умножают ее на какой-то констант. Если M равна единице, получится симпликтическая группа. Мы рассматриваем теперь матрицы, у которых коэффициент не обязан равняться единице. И M имеет такой же рид, как элемент группы Гекки. То есть если M мы сдадим, то у нас последняя строчка, это будут все нулевые элементы, кроме последнего. В этом столбце будут все нулевые, кроме второго. Здесь будет стоять A, B, C, D. Сейчас можем посмотреть, что это такое. Здесь мы не знаем, что стоит. Но давайте посмотрим, если у нас выполняется это условие, если мы возьмем здесь альфа, а здесь бета, то произведение альфа на бета это будет как раз дельта. И определитель A, B, C, D тоже будет дельта. Мы с вами видели, чуть-чуть досмотрели какие-то элементы, но сразу увидели, что это кольцо не коммутативное, обладает делителями нуля. И стоит вопрос, как в нее вложить, как здесь можно рассматривать какие-то коммутативные подпользы. Но коммутативные подпользы мы уже видели. Мы ввели два элемента, скажем, лямбда минус M, который состоит из одного левого класса, диагональная матрица N, N в квадрате, N1, значит, двойной класс, в котором будет ровно один левый смежный класс. Я могу поставить двойной класс, но в нем один левый. И такой двойственный элемент, я хочу сегодня разобрать, N1, N в квадрате, N, N, G. При этом лямбда минус, очень в точечной константы, очень легко действовала на форму якоби, а именно, Фи, Тау, З, переходит Фи, Тау, Н, З, в точечной константы. И эта форма оказывается формой якоби веса K, индекса уже M, N в квадрате. Именно потому, что M в квадрате, дополнительная переменная омега, будет умножаться на M в квадрате. Так вот, сейчас я хочу вложить в это кольцо два других. Ясно, что лямбда минус порождает коммутативное кольцо, лямбда плюс тоже, они будут, все элементы образовывают, такое коммутативное кольцо. Но я сейчас хочу построить два вложения, вложение минус, типа лямбда минус, вложение плюс, типа лямбда плюс, кольца китки, группа С2. Но прежде чем это сделать, я хочу вам, ну, без доказательства, дать простой, но очень общий результат, который позволит вот такие различные кольца исследовать. Итак, давайте сформулируем этот общий результат. Очень полезный. Который полезен и для обычных кольцкеки, обычных полупростых групп. Итак, я могу сформулировать его в самом общем случае. Так, гамма, это будет группа, С, полугруппа, полугруппа, которая содержится в соизмерителе гамма. Но это означает следующее, как я уже писал в прошлый раз, что если мы рассмотрим сопряжение гамма, пересечем с гамма, то это будет подгруппа конечного индекса для любого G в С. Ну, так как С полугруппа, то, конечно, нужно написать и второе условие, G поставить в таком порядке, G же минус первый, и потребовать, чтобы это тоже было. Итак, это одно условие. Следующее условие, так, значит, в гамма, да, и пока, да, и все. Вот такое условие у нас есть. Так вот, теорема состоит в следующем. Да, ну, может быть, я напомню вам, что вот это число, это не что иное, как число левых смежных классов. Это будет число левых смежных классов в группе. Ну, понятно, что если мы возьмем разложение на левые смежные классы, это будет объединение гамма, G, эпсилон и БАИ, то группа гамма будет действовать на левых смежных классах умножением справа, и это будет просто стабилизатор этого действия. Поэтому число левых смежных классов вычисточит, можно посчитать через этот индекс, а второй индекс будет будет давать число правых. Давайте обозначить опять же число левых классов в двойном классе. А гамма с волной можете еще раз сказать? Гамма с волной это соизмеритель. Это некая, ну, для любой группы можно такую абстрактную группу строить, которая состоит из всех элементов, которые соизмеримы. То есть это, ну, вот это условно означает, что вот это условие означает, что для любого G, S выполнены эти вопросы. Абстрактно я не буду обсуждать существование соизмерителя, можно просто все такие группы объединения, всех надгрупп построить, например, и получить такой соизмеритель. Ну, скажем, для SL2Z соизмеритель будет SL2Q. Итак, какая теорема верна? Давайте рассмотрим такое отображение. И в этом случае, по-видимому, S, если мы так пишем, то, да, тут как бы группой надо бы считать, по-видимому, S надо бы считать группой. Хотя нет, не обязательно. Можно брать формально, она лежит какой-то большей группой. Ну, в общем, это роли не играет, для полугруппы тоже годится. Если у нас есть полугруппа, мы можем полугруппа обратных элементов где-то лежать. Ну, в общем, это не так важно. Так вот, это отображение является антиизоморфизм антиизоморфизм. Можно взять кольцо Генки H гамма S, скажем, с персональными коэффициентами. Тогда это будет отображение, которое переводит любой элемент в это кольцо Генки. И это отображение является антиизоморфизм. антиизоморфизм. Анти означает, что он просто переставляет если я возьму произведение двух элементов, то здесь у нас получится звездочка от Y и Y со звездочкой переставляет у нас звездочка. Звездочка произведения является произведением двух элементов со звездочкой. Типа транспандир. Значит, это утверждение формальное, и чтобы его доказать, нужно... А, оно не такое простое. То есть нужно так повозиться с формальным определением кольца Генки. Я могу дать указание. Можете попробовать это доказать. Ну, оно есть. В литературе написано. В книжке Англанова есть. Пробуется Генки. Я произвел ее пудрявных форм. Если вот... То есть основная идея доказательств в том, что вот такое отображение, если мы посмотрим, что это число левых классов в двойном классе G разделить на число левых классов в двойном классе G-1. Ясно, что эти числа могут быть разными. Так вот, такое отображение является гомоморфизм. Вот рациональное число. Это будет гомоморфизм. То есть это будет гомоморфизм. S, полгруппа S в мультипликативную группу национальных чисел. Вот это основа на самом деле. То есть если вы это сможете доказать, то все остальное чисто уже формальные вычисления в рамках вот этой коллегии. Это верно. Кстати, давайте поймем, почему вот это утверждение оно очень полезно, если мы просто изучали классические кольца гетки, даже коммутативные. Фактически аналог, ну, похожие утверждения, я могу здесь дать ссылку, во-первых, на Шемуру. Шемура, правда, немножко другое рассматривает, но очень похожие утверждения. у него не минус первая любая антиинволюция. Минус первая это просто некая инволюция в С. Поэтому можете посмотреть книжку Шемуру, введение в автоморфной формы, старая книжка, есть русский перевод, и третья глава начинается с абстрактной теорией, или с теорией абстрактных колец гетки. Вот фактически подобное обуждение там есть. Либо в книжке Андрианова про Зигелева модулярная форма, там тоже есть большая часть про формальные кольца гетки. Так вот, скажем, следствие. простое следствие из этого результата. Простым следствием является коммутативность колец гетки. Скажем, давайте я рассмотрю кольцо гетки. Вот гамма это будет произвольная симплектическая группа S в кваде АНТ. S под S я могу взять группу симплектических подобий даже на ткуп. Можно рациональное модель собрать. Тогда вот это кольцо H гамма S коммутативно. Фактически для SL2 у нас SL2 возникает если N равняется единице. Почему кольцо гетки? Мы, правда, уже доказали коммутативность кольца SL2. В прошлый раз используя как раз параболические возложения. Но почему это непосредственно следует из данной теории? Вот почему. Давайте еще раз я напишу это условие на матрицу кольца гетки. если у нас гамма M гамма элемент кольца гетки, я просто H напишу кольца гетки, то M транспонированная это кососимметрическая матрица размера 2N на 2N M равняется дельта M значит, минус 1 если я возьму в минус 1 матрицу и умножу ее на дельта M то как вы отсюда видите, даже эта матрица скажем, будет если M была целая если M была целая то D дельта M M минус 1 тоже, например, будет целая это очень удобная эволюция и я хочу совместить теперь вот этот антиизоморфизм с умножением то есть давайте такое построим отображение звездочка гамма M гамма отображается в гамма дальше дельта M M в минус 1 гамма этот элемент можно расписать как произведение двух элементов кольца гельки диагональный двойной класс диагональный метод матрицы он состоит только из одного левого класса поэтому будет лежать в центре любого кольца он никак ни на что не влияет гамма M минус 1 гамма и так следует из теоремы что это антиизоморфизм кольца гельки так звездочка подправленная звездочка и звездочка подправила умножение на центральный элемент значит звездочка получается антиизоморфизм изоморфизм в частности x y со звездочкой равняется y со звездочкой x со звездочкой это теоретия но если у нас есть x это двойной смежный класс гамма M гамма следовательно матрицу M можно привести к диагональному виду x это будет равняется гамма диагональной матрицы A1 AN D1 DN гамма где DI AI на DI равняется ΔM ну матрица симпликтическая поэтому произведение соответствующих элементов стоящих на блок на диагонали должно равняться ΔM но мы отсюда видим что x со звездочкой будет равняться x потому что если вы возьмете в минус первой степени и умножите на коэффициент то вы просто переставите местами AIT и DIT но от перестановки мест двойной класс у вас никак не изменится кстати почему к диагональному виду я это когда читал лекцию на спецкурсе в студенческом про Кольца Геки обратил внимание что теорема об элементарных делителях теперь уже малоизвестна студентам почему любую матрицу можно привести умножением слева и справа к диагональному диагональному виду фактически это ну для скажем симплитической группы ну чуть-чуть потруднее но давайте возьмем группу скажем S или N Z если гамма и S S почему это так ну это фактически теорема о апельевую группу или о решетках то есть у вас есть решетка L это Z в n-ой степени если вы любой двойной класс гамма сохраняет решетку инвариантно M это смена базиса M изменит решетку скажем будем считать что M целочисленная матрица с определителем положительного определителя значит решетка станет поменьше дальше мы опять условно говоря сменим базис то есть у нас получится решетка которая содержится в M но вы знаете что если есть две целочисленных решетки две амбелевые группы свободно значит можно так выбрать базис в L что в M значит здесь будет базис E1 EN а здесь будет этот базис умноженный на D1 E1 D N E N вот это теорема элементарных делителей или теорема о структуре апельных групп которые все забывают более того D1 будет делитель D2 делитель D M и их произведение равняется естественно определителем определителем и так двойной смешанный класс дает нам под решетки V но для каждой такой под решетки вы можете выбрать базис поэтому потом в этом базисе войду под решетку сдаем диагональному то есть вот именно в этом базисе наша матрица примет диагональному верить и D1 это наибольший общий делитель всех элементов M D1 D2 наибольший общий делитель миноров порядка 2 и так далее то есть это абсолютно конструктивно элементарные делители находятся симплектическая группа но ничем сильно не отличается просто у нас решетки одна решетка непроизвольная есть решетка симплектической формой поэтому когда вы рассматриваете произвольный элемент в группе симплектических подобий и приведете его к диагональному виду но диагональный вид все-таки непроизвольный а1 на D1 а2 на D2 а N на Dm это одно и то же число ну потому что для симплектической матрицы A транспонированного умножить на D должно быть единичной матрицей умноженной на наш коэффициент подобий вот так что любой элемент можно привести к диагональному виду ну а диагональная матрица она сохраняется этой инволюции поэтому что получается получается следующее что это равняется Y на X а это равняется X умножить на Y это сумма двойных смежных классов каждый из них инвариант относительно нашей инволюции поэтому любой элемент кольца Геки сохраняется неподвижно но из общей теоремы это антиизоморфизм поэтому он переставляет вот так что Мура доказывает коммутативность кольца Геки общей линейной группы точно так же дистимфлектическое можно доказывать но теорема это много естественно много шире потому что мы ее можем применить теперь в случае который мы с вами рассматривали то есть у нас есть теперь две группы у нас есть группа и ее подгруппа и давайте я так сказать вот в данном случае для группы якобы применю эту теорему что получится мы знаем что кольцо Геки кольцо Геки группы якобы не коммунататив мы видели пример когда элементы не коммутируют но антиизоморфизм у нас есть то есть давайте через звездочку мы будем обозначать антиизоморфизм который мы только что и построили это будет минус первая степень антиизоморфизм но по определению переводит двойной смежный класс гамма м гамма гамма g перейдет гамма g дельта m m минус первый гамма g в частности если мы возьмем элементы лямбда минус значит звездочка лямбда минус m перейдет лямбда плюс m почему потому что это у нас диагональная давайте я диагональную буду просто в таких скобках изображать итак здесь будет n n в квадрате 1 n в квадрате n1 такая диагональ значит мы должны взять минус 1 и умножить на n в квадрате потому что коэффициент подобия будет в n в квадрате ну что же у нас получится у нас получится n 1 n n в квадрате но лямбда минус элементы очевидным образом коммутируют потому что данный двойной смешный класс содержит только один левый смешный класс группа якоби так как у нас единичка стоит внизу диагональная матрица группа якоби никак не повлияет мы всегда можем перекинуть действие группы якобы справа налево а с л2 части никакой нет потому что у нас здесь стоит диагональная матрица один левый смешный класс и естественно они у нас коммутируют потому что это лямбда минус на n умножить на как это коммутативное под кольцо кстати у нас звездочка антиизоморфизм значит мы совершенно ничего не проверяя получаем то же самое для лямбда конечно легко и проверить но получаете это конечно мы коммутативность никак не можем доказать потому что здесь это совершенно неверно что мы любой класс здесь можем привести к диагональному виду значит я вам уже говорил скажем пример класса который никак почему надо быть очень осторожным пример класса который никак не приводится к диагональному виду вот например такой возьмем гамма жи на диагонали я возьму только п ну а здесь возьму в центральном элементе возьму единиц двойной класс будет содержать только один левый смежный класс но никакому диагональному виду мы его привести не сможем так что если будем применим нашу операцию то как этот класс изменится так что кольцо конечно не коммутативно давайте второе теперь кольцо давайте возьмем любой двойной смежный класс относительно сл2z любой двойной смежный класс для группы сл2z можно привести к диагональному виду здесь будет а 0 0 d сл2z более того а делитель и я хочу его вложить вложение будет минус в кольцо геккер группа и коль и вложится он так гамма j а d и оставшиеся элементы на диагонали будет а а d d 1 так вот ясно так как у нас стоит здесь единичка то нам легко разложить этот двойной смежный класс в левый смежный класс группа якоби никаких изменений нам здесь не даст мы всегда в действии группы якоби справа сможем перекинуть на левую но сф2 часть будет деревян для двойного смежного для двойного класса тут у нас будет какие-то представители но что нам легко выписать давайте его выпишем в принципе давайте на класс я буду обозначать т-минус аб значит а и б это у нас двойной смежный класс в кольце гекки для сл2z а мы его вложили вот таким образом в кольцо гекки группы и коль здесь естественно возникнет выложение оператора гекки с номером м это будет сумма всех t минус ab когда a делит b и a на b он а делит d a делит равняется n и вот этот класс мы уже легко можем написать как он раскладывается в сумму левых смежных класс продолжим это будет сумма гамма ж мы должны взять только представители в кольце сл2z в кольце гекки относительно группы сл2z это легко очень сделать это будет a 0 b n d 1 все остальное с нули где a на d равняется n а b по модулю то есть мы видим что это чистая копия кольца гекки для группы сл2z фактически фактически мы вложили кольцо гекки группы сл2z в кольцо гекки для группы якобы а h h h просто мы нашли кольце гекки группы якобы под кольцо которое изоморфно кольцо гекки для сл2z И вот это вложение я обозначу вложением минус. Но так как у нас есть антиизоморфизм, это инволюция, то тем самым у нас есть и второе под кольцо. Мы можем устроить теперь второе вложение этого кольца, а именно мы сможем определить элементы t плюс n. Какие это будут элементы? Нужно взять ту же самую сумму, но вложение сделать с плюсом. Сумма обычная, то есть это будет сумма таких уже двойных смертных классов. a, d, 1, ad. Почему так получится? Потому что надо взять в минус первой степени и умножить на n. Здесь будет d, здесь a, но их опять можно в s и 2z переставить, а здесь станется 1n. То есть разница в чем? Что теперь, если вы распишите, попытаетесь найти разложение в левые смешанные классы, у вас получатся все возможные представители по действию группы якун. То есть вот как ровно то же самое, что получается в лямбда плюс. Вот если я возьму лямбда плюс n или нет, то какое здесь, в лямбда минус никаких коэффициентов, то есть никаких подправок из группы Гайзенберга не возникает. А в лямбда плюс это поправка максимальная. Напишу, как мы уже писали в прошлый раз, но как разложение здесь выглядит. nx минус x, nyy, kappa, где x, y и kappa пробегают все вычеты по модулю n. То есть здесь получается n в кубе левых смешанных классов. Ну то же самое, тут разное разложение будет по-разному. У нас теперь будет 1n, значит здесь будут какие-то стоять вычеты по модулю n соответствующие. Нам уж надо будет уже расписать. Но нам не надо в принципе их изучать. Мы видим, что t плюс это тоже будет кольцо, изоморфное кольцо Гекки. Потому что что такое t плюс? Это образ вложения минус под действием нашей антизоморфизмы. Итак, мы видим, что у нас есть два вложения, минус и плюс. Два вложения кольца. Гекки для S2z в кольцо. Гекки для группы gama-g. Причем операторы, как операторы, t минус n, Итак, n здесь стоит вверху. Омега, дополнительная переменная, будет умножаться на n. Поэтому оператор t минус n будет умножать индекс форму якоби на n. А в операторе t плюс, как мы уже обсуждали в прошлой разе, индекс будет делиться на n. И если индекс на n не делится, будет получаться ноль в образе. Это вот оператор, по-моему, vn в книжке, или vn, да, в книжке Айклера загиб. Оператора, по-моему, t плюс, я не помню, есть он там. Итак, почему вот эти операторы, это два вложения, такие интересные? Конечно, вы можете и другое кольцо гекки коммутативное сейчас найти. А именно, как вы можете построить операторы гекки теперь, используя наш подход, которые не меняют индекс форму якоби? Как это сделать? Какой двойной смежный класс? Скажем, вот я хочу оператора гекки, который связан с индексом p, например, и который никак не будет менять, скажем, оператор, давайте, вот t0, а p, который никак не меняет индекс форма якоби. Значит, чтобы построить такой оператор, такой будет оператор гекки на формах якоби, чтобы построить такой оператор, мне нужно взять будет двойной смежный класс, у которого на соответствующих местах, здесь, на местах группы якоби, стоит один и тот же индекс pp. Тогда омега умножится на p и разделится на p. Омега никак не изменится, значит, индекс останется равным единице. Ну, а здесь надо взять какой оператор? p умножить на p, это будет p в квадрате. Поэтому нужно взять оператор гекки с квадратом, иначе у нас не получится. То есть, вот это будет оператор, который никак не меняет индекса. Кстати, если вы все такие операторы рассмотрите, то есть, в принципе, это можно делать для любого n, но немножко, так сказать, я думаю, что правильно будет сделать так тогда. Ну, не будем сейчас для любого варианта делать это не обязательно, это легко можно сделать. Вот, но ясно, что такие операторы, они вариантны относительно инвалидности. Если вы подействуете звездочкой, то у нас получится гамма g p в квадрате, p 1p. Но ясно, что в S2 части вы можете их переставить. Эти элементы у нас получаются в том же самое операторе. Поэтому, если вы все такие операторы рассмотрите, то они будут тоже порождать коммутативное кольцо. Если вы возьмете оператор t0p и t0q, они будут порождать коммутативное кольцо из таких же сопрожений. Так что вы видите, у нас есть еще и третье коммутативное кольцо, но, кстати, ничего нет удивительного в том, что оператор, который здесь получается, гекки, который не меняет индексоформу и коби, почему он отвечает оператору гекки tp в квадрате. Почему? Потому что мы с вами уже, когда рассматривали форму и коби, обращали внимание, что форма и коби – это вектор назначенная модулярная. И вектор назначенная модулярная форма какого веса? Если мы переходим к вектор назначенной модулярной форме, то у нас получается вектор назначенная модулярная форма веса k минус 1,2, sl2z. Вектор назначенная. Потому что столбец тетавидов в данном случае для данных форм и коби будет иметь вес 1,2. Но и на модулярных формах полуцелого веса, конечно, у нас есть только операторы гекки с индексом полного квадрата. И только там есть. Кстати, то, что сделано в книжке Эхлера-Загира, если мы, скажем, рассматриваем здесь простой индекс, m – это какой-то q, простой индекс, то соответствующая форма восстанавливается по своей нулевой координате, потому что вектор и представление очень простой, она будет восстанавливаться по нулевой координате, и на нулевой координате действительно будет действовать оператор гекки-шимура, вот этот t0p в квадрате. Ну, я это рассказываю, то есть здесь сразу мы видим, что есть три разных кольца, даже больше, потому что лямбда-минус и лямбда-плюс тоже дают коммутативные кольца, но это такие кольца, которые получаются, но фактически это вложение мультипликативной группы, полугруппы натуральных чисел в это кольцо. То есть два вот таких тривиальных кольца, которые соответствуют в мультипликативной группе натуральных чисел, то есть его групповое кольцо, фактически, мультипликативная полугруппа натуральных чисел, потом у нас есть два вложения, плюс и минус, кольца гекки для SL2Z, и вот такое тоже коммутативное подкольцо, которое отвечает операторам гекки, которые не меняют индекс. Так вот это все интересно, потому что это связано с теорией L-функции. Саму L-функцию формы и Коби строить не очень интересно. Почему? Мы видим, что модулярная форма и Коби это векторно-значенная модулярная форма, значит, все, что у нас получится, получится L-функция модулярных форм, ну или конкуренция подкруга относительно, группа S2Z. То есть это одномерные модулярные формы. Но формы и Коби по самому определению, которое мы рассматривали, связаны с симпликтической группой. Значит, они будут связаны каким-то образом с зигелевым модулярным формами Морода 2. Так вот, как вот эту мультипликативность, которую мы здесь видим, как ее ощутить на уровне кольца гекки, уже группы S, P, 2Z? Значит, чтобы это немножко описать, я должен вам рассказать про сферические функции, что очень важный сам по себе сюжет. Давайте быстро. Сферические функции – это то, что позволяет определять как раз автоморфные L-функции. Давайте я напишу вначале в виде такого утверждения, значит, факт, сферические функции – это изоморфиз кольца гекки и кольца симметрических полиномов от двух перемен. Для симплектрической группы S, P, 2Z это будет тоже кольцо гекки, то есть кольцо гекки изоморфности, изоморфизм, симметрических точек зрения группы Вейля S, P, 2Z. S, P, значит, от переменных будет X0, X1, X2. Ну, даже давайте я N поставлю. N, верно, другого N, тогда будет X1, XN. Где группа Вейля, симплектические группы, в ней есть такие поддругки. Во-первых, перестановка индексов от 1 до n, то есть притом должен быть симметричным, если мы переставляем x1, xn. И есть еще следующие перестановки. x0 заменяется на x0, xe, xe мы меняем на xe-1, а все остальные без. Вот это образующие группы Вейля в терминах перестановок. И так получится полином, кольцо полиномов, инвариантно относительно, ну симметрично относительно действия группы Вейля. Хочу подчеркнуть, что если n равно 1, то это похожие результаты. Если n равняется 1, то у нас будет для симплектической группы x0, x1 перестановок по xe нет. Но вот это задает нам, что x0 переходит в x0, x1, а x1 переходит в x1 в минус первой степени. Да, ну вот так это выглядит. Поэтому фактически изоморфиз получаете такой. x1 в этих обозначениях, x1 нужно заменить на x0, а x0, x1, а это заменить на x1. Вот тогда получится, что симметричное относительно x1, x2, это именно симметричное относительно преобразования Вейля в этих терминах. Итак, давайте я могу его формально определить, что в этом случае, что в этом. Ну давайте мы SL2. Потому что мы это кольцо уже хорошо знаем. Как определяются сферические функции? Если у нас есть какой-то элемент кольца Гекки, но написанный в терминах левых смежных классах, тогда это будет гамма, а нехорошо, приходит альфаи, а здесь будет аи, а. А, да, здесь я ерунду сказал, здесь я сказал ерунду, вам написал. Факт в следующем, что здесь мы рассматриваем P-компоненту кольца Гекки. То есть здесь P-компонент, это означает следующее, что матрица M, которая стоит здесь, имеет определитель, который P в какой-то степени. Сейчас я это поправлю. И, соответственно, здесь давайте я напомню вам, что кольцо Гекки для SL2Z полугруппа всей матрицы положительного пределителя размера 2 на 2, как мы доказали в прошлый раз, воспадается в тензорное произведение по всем проследствам P соответствующих колец Гекки по этой компоненту, где здесь стоят матрицы, определитель которых является степенью простого числа P. Для SPNZ это то же самое. Значит, то же самое для SPNZ. Тоже верно. Значит, здесь будет стоять GSPNZ. А здесь будет стоять симплектические подобия, для которых ΔM степень простого числа. Поэтому FI определен на P компоненту. Вот это кольцо Гекки. Кольцо Гекки, инвариантное относительно всех перестановок. X0, X1, XN. Так что у нас сферическое отображение задано на P компоненте. Итак, почему это сферическое отображение важны? Потому что, грубо говоря, что это означает? Сферическое вот это отображение задает параметры SATA, через которых мы определяем L функции. Потому что в теории автоморфных представлений что было обобщено? Модулярных форм нам, в общем-то, и не надо. А нам нужны только представления колец Гекки. Скажем, если у нас есть модулярная форма, зигаревая или обычная, которая является собственной функцией всех операторов Гекки. Она собственная функция всех операторов Гекки. Это и для зигаревых модулярных форм верно, это верно и для обычных модулярных форм, это верно и для форм Екоби, только нужно понять, какие операторы Гекки мы рассматриваем. Так вот, что у нас получается? Получается, что есть отображение, то есть есть одномерное представление кольца Гекки, соответствующие трубку. Каждый оператор Гекки нам дает какое-то собственное число, собственное значение. Поэтому фактически модулярная форма, которая является собственной функцией операторов Гекки, дает нам одномерное представление колец Гекки. Ну а если кольцо Гекки, оно является тензорным произведением своих локальных компонентов, вот так давайте посмотрим. Локальные компоненты это либо симметрические функции, либо симметрические в таком симплетическом смысле. Значит, чтобы задать одномерное представление, нужно задать просто два параметра. Значение х1 и х2. Ну в данном случае значение х0, х1, хm. То есть, чтобы задать это представление, надо хитому присвоить какое-то значение альфаитов. Вот эти значения и называются параметрами с атаки автоможенного представления. То есть, так как кольцо Гекки это полимерное кольцо, и мы рассматриваем одномерное представление этого кольца, то нужно просто зафиксировать соответствующее значение для параметра. И через эти параметры мы можем написать L-функцию. Скажем, L-функция модулярной формы F, если мы S и 2, Z посмотрим. Как она определяется по S? В терминах параметрах с атаки. Но в терминах соответствующего L-функции это будет бесконечное произведение. И здесь нужно поставить единица минус собственное значение кольца Гекки, элемента Гекки. tp, pf-s, плюс, здесь будет p в степени k-1, по-моему, я уже не помню, p-20. Вот такое бесконечное произведение. То есть вот этот многочлен, он получается из многочлена минус tp, x, плюс p, t, p, p, x в квадрате. Но это центральный элемент, он дает просто констанцию в зависимости от нормализации, а этот элемент нам дает соответствующее собственное значение. L-функция. x, лямбда tp. Но, если мы распишем это в терминах параметров с атаки, то это будет произведение, давайте я его лучше сюда продолжу, то это будет произведение 1 минус лямбда 1, p-s, на 1 минус лямбда 2, p-s. Причем мы знаем, что лямбда 1 умножить на лямбда 2 будет соответствующей константе. Ну, я уж не помню, там, k-1 или k-1. Поставлю здесь. То есть, их произведения, ну, они одно выражаются через другое. Но, тем самым, мы можем написать L-функцию в терминных параметрах с атаки. Кстати, теперь вы можете взять и рассмотреть любое представление. Скажем, вы можете взять L-функцию куда более сложную. Например, взять такую L-функцию, которая называется симметрической степенью. Я возьму следующее произведение. По всем p, то есть, по каждому p, альфа, конечно, зависит от p, по каждому p можно взять симметрическую степень. И так будет лямбда 1 в степени, скажем, n, 1 минус лямбда 1 в степени n, p-s, единица лямбда 1 в степени n-1 лямбда 2, p-s и так далее до единицы минус лямбда 2 n, p-s. Можем взять такую L-функцию. Это будет симметрической степени поставить вопрос о ее продолжении, ее найти аналитическое продолжение и так далее. Вопрос, кстати, не так давно был решен, используя теорию автоматных представлений на группу JL. Пожалуй, это такое выдающееся достижение, с этим и SATA-тейт связан, доказательства гиболизма SATA-тейта. Но на это не будем отвлекаться. Итак, параметры SATA-ки позволяют нам полностью записывать L-функции. Так вот, что мы вчера видели, что происходит в некоммутативном расширении кольца. Фактически, у нас возникают модели этого параметра. Как мы соответствующий многочин расписали в некоммутативном кольце? Он у нас разложился в произведении двух линейных множителей. Фактически, вот тот оператор p- и p- плюс относительно параболической подгруппы, но в каком-то смысле являются представленческими анализами, а аналогами параметров SATA-ки. Так вот, почему те вложения, которые мы смотрели, теснейшим образом связаны с L-функцией? Сейчас я вам напишу, как выглядят L-функции в зигаревой модулярной форме. Итак, как у нас возник этот многочлен? Это знаменатель, знаменатель суммы формальной всех операторов Гекки. То есть давайте теперь tp в степени дельты будет локальный оператор Гекки, который уже отвечает симплектической группе. Так что это будет гамма, здесь у нас будет p в степени a1, p в степени 2, p в степени d1, p в степени d2 и сумма будет по всем a1, a2, d1, d2, так что a1, d1 равняется a2 плюс d2 гамма, это sp2z, и так это аналог оператора Гекки для группы sp2z. То же самое можно писать для spNz, но вначале давайте посмотрим запись короче, что происходит в этом. Значит, можно рассмотреть формальный степен дельт. так вот он оказывается рациональной функции. Здесь будет знаменатель, я сейчас коэффициент на память не помню, давно с ним не работал, но где-то я его записал. 1 минус p в квадрате, это будет диагональный оператор, то есть элемент центра, x в квадрате, тут возникает числитель уже, и возникает знаменатель. В знаменателе, сейчас я его не буду писать в терминах коэффициентов, но будет стоять многочлен, степени 4, и вот сферическую функцию его легко записать. Сферическая функция этого многочлена, его можно и коэффициенты найти, но сферическая функция, коэффициенты для разной степени, до разного ранга будет разной, давайте возьмем ранг 2, sp2 рассматриваем, но сферическая функция будет такая, 1 минус x 0, x1, 1 минус x0, x1, 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 x1. В общем виде будет примерно то же самое, фактически у нас возникает спинорное представление параметров с атаки, то есть у нас в общем виде, если n произвольные, степень этого многочлена будет 2 в степени 1. Если произвольно, в данном случае 2 в степени 4. Так вот, посмотрите. Первый множитель вроде соответствует многочлену Гекки Q1. То есть Q для S или 2Z. Похож. Там точно такая же сферическая функция. Ну, это тоже похоже. С той лишь разницей, что теперь у нас переменная будет x2x. Тоже x0, x0, x1. Так вот, действительно, действительно, это верно. То есть можно доказать следующее. Сейчас я выпишу результат. Когда-то я довольно давно доказал. У многочлена можно вычислить коэффициенты. Значит, этот результат был доказан очень давно Шимура. Это Шимура, по-моему, в 64-м году. А потом Адрианов доказал это для любого n. Шимура доказал для n равно 2, а для произвольного n, для симпатичной группы. Доказал Адрианов, но потом был более общий результат. Есть более общий результат для любых групп. Коэффициент можно вычислить. Коэффициенты этого многочлена, по крайней мере, для маленьких n, для n равно 2, для n равно 3. Но здесь возникает числитель. Природа числителя непонятна. Если n произвольно, это один из открытых вопросов, который я хочу поставить. Итак, но в начале для n равно 2. Как выглядит, давайте я не хочу его здесь, если он будет видеть, как можно написать разложение этого многочлена степени 4. Этот результат обобщается для любого n. Здесь один из таких научных вопросов, которые я хочу сейчас поставить. Итак, у нас есть многочлен Q1 для группы SL2Z единицы минус TPX плюс PTPP X квадратный. Итак, это многочлен гельки для SL2Z. SL2Z это SP1. Так вот, мы можем дважды его вложить в кольцо гельки парамболической подгруппы. Итак, у нас есть кольцо гельки парамболической подгруппы, в котором, естественно, лежат два кольца, два разных образа кольца для SL2Z и в котором, естественно, лежит кольцо гельки SP2Z. Это с самого начала. Говорили, потому что здесь в каждом, если у нас левый смежный класс есть по группе SP2Z, любой, то мы его можем всегда представить как SP2Z на M нулевое, где M нулевое будет уже типа Якоби. Ну и поэтому, заменив эту группу на группу Якоби, мы получим вложение кольца гельки. Итак, кольцо гельки группы Якоби это некоммутативное расширение кольца гельки сеплектической группы. Так вот, для данного многочлена, который определяет спинорную функцию Зигелевых модулярных форм, верно следующее разложение. Так у нас здесь для SP2 многочлен. П я не буду писать, ясно, что у нас локальник по множителям. Итак, нужно взять кольцо гельки для S2 и вложить под поленом относительно вложения минус. потом будет вот такой оператор, сферическая функция которого равняется нулю. Минус P P дельта минус на блог сейчас я определю, что это такой x квадратный а дальше будет стоять Q плюс 1x Итак, фактически это вот этот многочлен, только вы должны TP вложить как минус, TP как минус, а здесь то же самое как плюс. Хочу обратить ваше внимание, степень этого многочлена равняется двойке. Степень этого многочлена тоже равняется двойке. И степень этого многочлена равняется двойке. Степень этого многочлена четыре. Значит, никакого противоречивания нет, потому что в данном некомпутативном расширении есть делители нуля и делитель нуля как раз вот этот наш многочлен. Итак, дельта это просто элемент центра, диагональная матрица P, 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 элемент, который коммутирует со всеми элементами в кольце и гибке, а набло это тот элемент, который мы уже один раз писали, гамма-Ж, P, 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 диагональная матрица, а на центральном месте стоит A, A по модулю B. Поэтому, скажем, если вот этот элемент, здесь у нас P как раз центральных элементов, а этот набло, поэтому если, скажем, я вот этот элемент умножим на лямбда-минус, P, P, дельта-минус-наду, то, конечно, получится 0. Так что это делитель 0. Это правый делитель 0, дельта-минус или левый делитель 0, дельта-минус. Так что вот это соотношение, которое показывает, что если мы хотим подойти к исследованию л-функции, то в соответствующем формальном множителе есть две части, связанные с кольцом Е-Корбин, и одна часть, которая будет давать какой-то простой очень л-множитель, потому что действие этого оператора очень проста на коэффициентах Фурии и ПП. То есть это разложение показывает, что L-функцию формы Зигеля можно представить через коэффициенты Фурии и ПП. Этой модулярной формы. То есть это вот тот начальный момент, который когда-то меня заинтересовал, много лет назад. Значит, этот результат переносится и на род Эд. В роде Н будет примерно то же самое. Значит, только давайте вроде Н... Сейчас, раз я хочу эту проблему поставить. Значит, для СПН, СПНЗ группы, если мы это будем писать, здесь будет стоять какой-то многочлен в степени... в степени меньше или равной 2 в степени Н-2, а здесь будет стоять многочлен в степени 2 в степени Н. От Х. И вот сферическая функция, ну, почти такая же. Давайте я напишу. Н это будет произведение. К от 0 до Н. Дальше будет произведение. И1 меньше и так далее, меньше и К. Больше равно 1, меньше 0, Н. А множители такие. И1 минус Х0, Х1, 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 Х1. Все. Вот произведение. Вот многочлен в степени 2 в степени Н. Так вот, самое интересное, что аналогичное тождество верно и в общем виде. То есть, многочлен в степени, если рода Н рассматривать, то он раскладывается в произведение многочлена рода Н-1 с минус положением. Дальше что-то стоит в центре. В общем виде у меня нет формулы для этого. А здесь стоит Н-1 плюс. То есть, фактически, мы всегда можем выделить левый и правый множители, левый и правый множители, который связан с рангом меньшего единицы. То есть, мы от ранга Н переходим к рангу Н-1. Что дает представление спинорной функции зигаревых модулярных форм рода Н через род Н-1. Хочу вам напомнить, что если мы рассмотрим соответствующую левую функцию, отвечающую таким знаменателем, то ее аналитическое продолжение известно только в ранге 2. Даже в ранге 3 это открытая проблема поддержка. То есть, если мы рассмотрим зигаревую модулярную форму рода 3, то соответствующую левую функцию, то есть, будет собственная функция всех операторов гейки, вместо соответствующих коэффициентов здесь мы подставим собственные значения. Получится некоторое такое бесконечное произведение Энгерова. И только для случая Н равно 2 у нас есть теорема о том, что эта функция продолжается на всю плоскость и имеет хорошее функциональное уравнение. Начиная с рода 3, это очень старая проблема, к которой по-прежнему непонятно, как подойти в случае голоморфных зигаревых модулярных форм. Так что вот все такие как бы соображения, которые здесь, если вы новые какие-то найдете, будут очень интересны. Но эту задачу я вам не предлагаю решить, то есть, построить аналитическое продолжение спинорной эльфункции зигаревых модулярных форм произвольного рода. А вот какие бы простые задачки можно было решить. Значит, задача. В прошлый раз мы с вами показали, как операторы Гекки ТН произвольно. Можно представить при помощи операторов Пи плюс А, А на D равняется N, П плюс Д это двойной класс 1D 0 0 гамма, а П, ой, гамма 0, П минус А это гамма 0, А 0 0 1 гамма 0, и гамма 0 это параборическая подгруппа просим глазу. Это равенство отвечает и за коммутативность кольца, разложение его в П-компоненты и за соответствующую рациональность ряда Гекки. Потому что отсюда мы сразу доказывали, что сумма, то есть формальный ряд, это произведение единицы разделить единицы минус П минус Пх на единицы минус П плюс Пх. То есть мы совершенно элементарно и в две строчки исследовали кольцо Гекки для группы С2З. А попытайтесь сделать то же самое для С2З. Вопрос более трудный. его можно делать для произвольного Н, но проще, конечно, подойти к оператору Т, П, Дельта. Не можем ли мы оператор Т, П, Дельта? Это будет неправильно. Но в целом попытаться представить, как Т плюс ПА. Здесь что-то будет еще. Какой-то оператор стоять, связанный с набло. Т минус ПД, где опять А плюс Д будет равняться Дельта. То есть если непонятно, правда, что здесь стоит, какие-то коэффициенты будет, какой-то оператор сферической функцией 0. Но если вот такое можно сделать, то мы сразу можем просуммировать соответствующий ряд Гекки. таким же образом, как мы это сделали для СЛ2. В общем-то, это можно сделать. Я когда-то это сделал, даже когда-то рассказывал. Вот сейчас про записок у меня с собой нет. Но вот это точно можно сделать для Н равного 2. хорошее упражнение, чтобы понять, как устроен соответствующий ряд Гекки. Это такая задача простая, учебная, но содержательная. Ее так просто сразу не сделать. Почему есть трудность? Да потому что знаменатель. У нас не только знаменатель присутствует в производящей функции, но есть еще и числитель. Кстати, интересный вопрос. Для Н равного 2 числитель вычислен, для Н равного 3 тоже вычислен, когда-то Евдокимов это делал, ученик Андреянова, но его работа была опубликована только в докладах, доказательств там нет, и 100% уверенности в том, что все коэффициенты вычислены правильно, у меня нет. Но начиная с Н равного четверки, вообще природа числителя абсолютно неясна. Вот в ряде Гекки для произвольного рода непонятно, за что отвечают числители. И, конечно, если вот такая формула, какое-то правильное представление существует, если мы от рода Н будем переходить к роду Н-1, то, безусловно, это объяснит природу числителя. Потому что пока непонятно, за что они отвечают в теории функции, это эти числители в теории представлений колец Гекки или автоматных форм. Вообще вопрос интересный, вопрос старый, и здесь любые соображения, любые регуриентные формулы для них были бы очень интересны. Вот это такой хороший вопрос для возможной курсовой. Можно начать просто с Н равного тройки, где какие-то результаты можно найти, потом пытаться обобщить, наверное, на четверку. Потому что природа числителя мне непонятно, и я почти уверен, что природа числителя будет связана вот с представлениями, с правильными представлениями элементов кольца Гекки полной циполектической группы в его параборическом расширении. Ясно, что мы всегда можем группу Якоби только надо строить более общее. И группа Якоби здесь должна быть такая, связана с СПН-1, не ССН-2, а СПН-1. Ясно, что группу Якоби можно обобщать. Кстати, аналогичные вещи можно делать просто в ЖЛН. В конце группы ЖЛН, когда-то я это делал в связи с приложением к специальной унитарной группе, и в группе ЖЛН у нас много параболических вокруг. Вы можете взять любую максимальную, я уже говорил, максимальную, здесь Н на Н, а здесь Н на Н, максимальная параболическая подгруппа. Но иногда в некоторых вычислениях требуется не максимальная параболическая подгруппа. Поэтому интересно разобрать и минимальную, то есть Борелевскую. Потому что здесь такие очень интересные некоммутативные вещи возникают. Более того, можно то же самое делать, скажем, с кольцами гейки ортогональной группы. Ясно, что с кольцами гейки надо рассмотреть P-компоненты, то есть мы занимаемся ортогональными группами над периодическими полями. Там все у нас приводимо, есть полная классификация ортогональных квадратичных форм ортогональных групп. Но что здесь было очень интересно рассмотреть, с этой точки зрения, рассмотреть квадратичные решетки вырожденные. То есть, скажем, квадратичные решетки с одномерным ядром, которые отвечают афинным решеткам. Потому что мне кажется, что вот это будет правильный подход к так называемым афинным кольцам гейки или дважды афинным кольцам гейки, когда ядро, когда будет ядро, то есть вырождение будет не одномерное, а двумерное. И фактически нужно работать с ортогональной решеткой, с ортогональной группой, рассматривать там соответствующие параболические подгруппы и исследовать те кольца гейки, которые возникают. То есть здесь такие могут быть очень много алгебраических задач разного плана, связанные с разной математикой. Потому что основная идея, что когда мы рассматриваем параболическую подгруппу алгебраической группы, для полупростых алгебрической группы теория колец гейки есть, все они коммутативны, это теория Масатаки классическая, все они коммутативны и заморозны как кольцам симметрических многочленов. А вот то, что как раз сделал Макдональд в своей знаменитой книжке симметрические многочлены, вот там очень много, мне кажется, можно прояснить, если начинать работать с параболическими подгруппами. То есть мы переходим к параболическим подгруппам, получается некоммутативные расширения колец гейки, которые некоммутативные, такие очень хитроустроенные в ней, есть разные идеалы, разные делители нуля и прочее. Вот исследуя их, можно по-настоящему исследовать симметрическое многочлено. То есть такой выход на книжку Макдональдов симметрические полиномы здесь есть, и мне кажется, в этой технике можно многое попробовать сделать. Но это тем, кто любит алгебру и теорию представлений, можно подумать вместе. Ну а теперь, чтобы закончить, я вам скажу, в чем будут заключаться следующие лекции, почему я это сегодня рассказывал, да потому что вот этот множитель и этот множитель, которые отвечают за, в общем-то, за л-функцию зигаревы модулярной формы, как ни странно, но не двойственные. И давайте вот я этот множитель рассмотрю еще раз чуть-чуть подробнее. но в связи с группой СЛ2, вот я разложение тоже писал, для многочленов гейки, для обычного, давайте я напишу Q1 от Х, это многочлен гейки для группы СЛ2 с 1 минус P минус P X единица P плюс P плюс P X Вот это аналог этого множителя, который у нас здесь есть. И если вы рассмотрите представление L-функции, то L-функция отвечает L-функция, то есть ряд делих лет связан с этим множителем, потому что если я возьму в минус первой степени, будет формальный степенной ряд в степени M и в степени M и вот этот оператор, он и переводит коэффициент A1 в коэффициент AP в степени M. То есть фактически у нас вот этот множитель второй, формальный, отвечает за представление L-функции в терминах ряда деревья. То есть, ну тут вы так не можете понять, быстро я не могу это объяснить, но он отвечает значит связь L-функции с рядом деревья. С рядом деревья построена по коэффициентам фурьей. В данном случае мы работаем с коэффициентами фурьей и копий. Этот коэффициент тоже будет отвечать за какой-то ряд деревья, построенный по коэффициентам фурьей и копий. А вот двойственные за что им отвечают? Давайте я двойственные напишу. Q-1 от X в минус первой степени это будет просто ряд ряд F-1 это будет просто ряд гибки, который вложен в наше кольцо под действием вложения минус. Так вот, этот ряд отвечает за за новую зигерем модулярную форму. Что имею в виду? Имею в виду следующее, что если мы все эти ряды рассмотрим по всем простым и рассмотрим вот такой производящий ряд. давайте возьмем теперь любую форму Яковин веса и индекса M. И я на эту форму подействую формально вот в тендерном произведении вот этих рядов. То есть фактически я формальной L-функцией подействую. Но вместо X надо будет что-то поставить здесь это формальную переменную. не важно то это будет следующее но я F-тильда расширенную функцию то есть я на функцию Е-КОПИ вместе с дополнительной переменной 2P должен подействовать суммой но что у нас в произведении получится все операторы людей то есть тут ну типа единицы условно ставить но это зависит от нормирования N больше равно единице то есть фактически ну с некоторой нормировкой которую нужно ввести нужно рассмотреть ряд N больше равно единице на F-тильда подействовать оператором Геки T-N свесонка так вот оказывается что этот ряд будет формой зигеля для какой-то зигелевой группы гамма точнее гамма M подгруппы подгруппа S-P-2 безусловно зигелева модулярная группа будет зависеть от индекса так вот оказывается что мы можем по одному коэффициенту фурии построить всю зигелеву модулярную форму то есть мы формы и коби рассматриваем как какие-то модулярные формы но и как в самой первой лекции я говорил можно рассматривать как коэффициенты фурии зигелева модулярной формы так вот мы стартуем мы взяли один коэффициент фурии и по этому одному коэффициенту фурии я построю целую функцию то есть так получается что фактически мы берем формальную это ведь что такое этот ряд гейки это формальная L функция группы S-2 фактически L функция группы S-2 и строится по ряду операторов гейки T-M поэтому мы производящий это был производящий ряд для наших локальных множителей и так только здесь минус 1 7 я в знаменателе стою то есть мы подействуем производящим рядом с формальной L функцией для S-2 Z и получаем зигелеву модулярную форму для S-2 ну для некоторых подгруппы но S-2 вот это то что впервые было замечено Маасом для индекса 1 потом много лет стояла проблема а как это произвольный индекс перенести и я вот этот 90-е годы уже эту конструкцию придумал она оказалась очень простая и связана с правильной интерпретацией форме и коби именно с правильной интерпретацией через даже больше ортогональную группу чем симплектическую сейчас конструкция моим подъемом называется но суть этого подъема в следующий раз я расскажу почему модулярная форма является зигелево-модулярной формой кстати ее можно использовать для получения L-функции свертка свертка Ранкина с этой функцией и будет давать L-функцию исходной зигелево-модулярной формы то есть фактически мы через эту функцию она получается правильным ядром интегральное представление L-функции сразу получается аналитическое продолжение функциональное уравнение причем очень коротко совсем не так как было первоначально доказательство но смысл стоит в том что вот эта функция не что иное как действие некоторой формальной L-функции для группы S2 на форму и здесь как раз оказывается очень важно что форма и копия это форма для параболической подгруппы параболическая подгруппа это что это группа и копия параболическая подгруппа WESP2Z в кольце гекки этой параболической подгруппы есть много разных колец и вот как бы кольцо гекки минус оно же оператор T- умножает индекс на N то есть у нас был индекс M а тут получится индекс M 2M 3M 4M то есть эта вся сумма получаются ну коэффициенты Фурье якобы какой-то модулярной формы оказывается что это то есть почему настоящего такого объяснения почему так получают хотя в теории представлений пытались это объяснить настоящего такого функториальное объяснение конечно есть это это подъем но это подъем не пишется в терминах оператор в терминах в терминах вся эта конструкция оказалась очень хорошо лежит не в зигеревых модулярных формах не в симплектической группе потому что много лет пытались объяснить с точки зрения симплектической группы а в ротогональной группе фактически эта конструкция полностью переносится на ротогональную группу сигнатуру 2N а это означает следующее что от форм якобы нужно от одной переменной нужно переходить к формам якобы от многих переменных и тогда эта конструкция прекрасно там работает то есть у нас получает берем форму от многих переменных действуем на нее L функции для S2 и получаем модулярную форму на ортогональной группе модулярные формы связаны с пространством модуляризованных к 3 поверхности амбелевых поверхностей кумеровых поверхностей неприводимых симплектических многообразий только для разного ранга и для разного количества переменных так что вот эта конструкция которая оказывается очень теоретика числовой то есть на функторе она связана с модулярной формой в которой вообще комплекс аналитические функции но по существу она чисто арифметически формальное действие S2 на кольца гельки S2 на форму якобы вы ее можете сравнить в следующий раз я это сделаю на самом деле с тэта рядом потому что тэта ряд это в каком-то смысле ничто иное когда мы рассматриваем тэта ряд мы рассматриваем формальное кольцо гельки множество натуральных чисел и мы пишем вместо е в степени то есть е в степени 2пи и тау мы умножаем на n в квадрате то есть у нас и будет оператор гельки вот такого типа это фактически тэта ряд тэта ряд связан связан с кольцом гельки с кольцом гельки множество натуральных чисел ну и действительно свертка с тэта рядом с тэта рядом дает нам рефункцию модулярной формы то есть фактически здесь в тэта ряде у нас сидит формальная дзэта функция одномерная рефункция то есть одномерное произведение то есть это ряд с этой точки зрения получается как оператор так как действие операторной дзэта функции на экспоненте а здесь действие операторной l функции для уже группы сл2 тут группа ранга 0 фактически для сл2 группа ранга 1 и группа кольцо гельки группа ранга 1 формальная или функция этого кольца гельки операторно действует на одном коэффициенте получается то есть фактически это обобщение вот такое арифметическое функториальное обобщение тэта ряда так что в следующий раз я думаю я успею как раз это короткое очень доказательство я успею его изложить и чтобы наш курс хоть как-то был закончен закончен так что следующая лекция будет последняя и мы разберем вот эту конструкцию арифметического подъема я начну с тэта ряда чтобы еще раз убедиться как кольцо гельки параболических подгрупп это как бы мы просто гамма 0 в сл2z рассматриваем то есть это n вложенное в сл2z в сл2z тоже есть попроще в некоммутативном расширении кольца гельки сл2z есть хорошие коммутативные подкольца и одно из них дает нам тэта ряда фактически вот здесь от такого связь ранг 0 и ранг 1 перейдем к ситуации когда мы берем ранг 1 в ранге 2 дальнейшее обобщение есть но более сложное это будет подъемы икена которые тоже пишутся только в терминах колец гельки так что в принципе если у кого из вас есть интерес такой абстрактной алгебры теории представлений то некоммутативные кольца гельки может быть интересным очень сюжетом можно найти попроще и посложнее вопросы и с выходом на афинные кольца гельки и с выходом на теорию функций так что думайте подходите на будущий год можно будет здесь какую-то ну на сегодня все